Быть законником в Самаре всегда было достаточно сложно, поскольку местные бандиты не слишком жаловали воровскую власть и давали недвусмысленно понять, что куратор им здесь не нужен. Этот авторитет, родившийся здесь в 1954, был одним из редких случаев, когда вора в законе принимали местные криминальные лидеры, ведь росли они в одних дворах и преступления совершали тоже сообща. Первые судимости авторитета были связаны с кражами. Ему дали по три года в 1971 и 1975 году, а также в 1982. С первых ходок, познакомившись с воровскими понятиями, купцов проникся ими и стал им следовать. Он не работал, а жил воровским ремеслом, чередуясь сроками со своим братом Валерием, также вставшим на криминальную дорожку. В конце 70-х, тесно общаясь с местными бандитскими группировками, Евгений пристрастился к наркотикам. Ничем хорошим, разумеется, это для него не закончилось. В 1979-м к нему домой пришли оперативники, периодически навещавшие авторитета с предупреждающими беседами. У него в квартире они нашли наркотические вещества, и купцов вновь поехал в колонию на три года. После краж и мелких сроков, купец решил промышлять чем-то покрупнее. Он сошелся со своим тезкой по фамилии Кузяин. Они действовали сообща, занявшись крупными кражами на заводах, но в итоге, когда у них завелись серьезные деньги, поссорились. Ссора закончилась тем, что купцов приобрел пистолет, пришел к напарнику домой и убил его, а затем выстрелил в его сожительницу. Женщина выжила и дала впоследствии показания. Купец уехал на зону на 8 лет. В 1995-м во время нахождения в тюрьме авторитета приняли воровскую семью. Так купцов начал присматривать за Самарой. Он часто участвовал в различных сходках, а также собрал собственную бригаду, промышлявшую рэкетом. Против смотрящего был настроен Важа Рамишвили, сам планировавший занять этот пост. Он заявил, что купцов не выполняет свою работу по присмотру за городом. В Самаре была назначена сходка, где планировалось в том числе обсудить и этот вопрос. Купцов туда не явился. Зато приехали силовики. Воры в законе заявили, что доверие к смотрящему утеряно и раскороновали его. Потом купцов сумел отомстить Важе, назначенному смотрящим за Самарой, вместо него. Он распустил слух о том, что миллионные суммы теперь уплывают мимо общака, в Грузию, благодаря Рамишвили. И вскоре нового смотрящего застрелили. Однако это не помогло купцову вернуть себе высокий титул. Авторитет продолжал управлять своей бандой и жить в Самаре. В 2001-м у него обнаружили оружие и суд отправил его на три года в колонию. Здоровье у купцова было уже не то. Освободившись, он стал жить новой жизнью, больше не принимая активное участие в криминале. Настолько тихо, что неизвестна даже точная дата, когда он умер. Как говорят, это случилось от передозировки наркотическими веществами, где-то в начале нулевых.